Православные христиане и крещеные татары в эти дни отмечают один из самых главных своих праздников. Наш корреспондент Ольга Шапкина умудрилась побывать и у первых, и у вторых. В одном случае на Меликевске сегодня обустроили и Ордань. Каждый мог окунуться в ледную воду по случаю праздника Крещения Господня. После праздничной службы в храме Серафима Саровского около сотни прихожан вместе со священнослужителями совершили крестный ход до купальни, где батюшка под молитвой совершил обряд освящения воды. Крещающийся те, Господи, уроческая весть на поклонение. Верующие набирали освященную воду впрок. Многие верят, что она очищает и даже исцеляет. А самые отважные с головой погружались в Иордань. Очень хорошо. Холодная, но приятная. Жгет, все обжигает. Кагира, человек, наверное, должен купаться и как, который ходит в церковь. И для души. Это все-таки для души. Положено так по жизни. Хоть раз в год надо ходить, причащаться. На льду выстрелилась целая очередь. В ней и стар, и млад. Перед погружением следует обязательно прочитать молитву, а также соблюдать другие традиции праздника. Считается, что только такое купание приведет к очищению не только тела, но и души. А также принесет здоровье и долголетие. Согреться и подкрепиться можно было здесь же. Окунувшимся предлагали горячий черный чай со сладостями. Также стала традицией, что в этот праздник целый день на льду проводят и люди в погонах. Следят за порядком и безопасностью. Мы в составе спасателей, ГИМС, полиции обеспечиваем безопасность всех купающихся. Лед где-то 25 сантиметров. Никаких эксцессов пока нет. Спасатели пообещали дежурить здесь круглосуточно, вплоть до завершения купаний. Считается, что очищаться в проруби на крещение можно в течение трех дней. Ольга Шапкина, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.